Мы узнаем не только о том, что напоминать, но и, конечно же, порисуем. С вами будем много. Представлюсь. Меня зовут Елена. Я педагог по комиксам, студии комиксов Вородского дворца творчества и древности технологий. Бывшим я художник-мунипликатор. Вот нынешнее было место работы. Педагог по комиксам я участвовала в городском проекте истории фунала. То есть, была одним из авторов комикса. И сейчас мы попробуем с вами порисовать картинки. Так, первый вопрос. Кто знает, что такое графика? Линии, да? А еще? Только линии? Смотрите, графика состоит из линии, пятна и точки. Комикса, как правило, используется в основном линией, но в основном это линия. Первое задание, которое я вам сейчас дам, это создание рисунка, который вы отведете ровной линией. Ровным онком, с равномерным нажимом. С чего мы начинаем рисунок? Кто знает? С наброска. Набросок делается карандашом, без нажима, мягкими линиями. Пожалуйста, возьмите бумагу, карандаши и начинаем рисунок. Рисуйте что-то простое, что легко можно отнести и выступить к следующему. Да. А бумагу, пожалуйста, можете взять вот здесь, карандаши или ручки и стирательный рисунок, и все тоже здесь. Приветствую наших пришедших. Здравствуйте. Разбирайте материалы и присаживайтесь на любые свободные места. Тема любая, тема рисунка любая. Хоть палка, палка, мечи, хоть шаг, дэмору, вообще, это ваше дело. Главное, чтобы это было сделано максимально быстро, чтобы вы могли сразу перейти непосредственно в конкурс. Для многих пришедших я отдаюсь, меня зовут Елена, и я предлагаю вам нарисовать рисунок на любую тему. И обвести его вот так же, как на примере, в простой линии, в простой линии. Линия у нас, напомню, это возновидность графики. Пожалуйста, приступайте. Если какие-то вопросы возникают, спрашивайте. Вот еще примеры того, как можно выполнить рисунок на линии. Это обложка по миксу. Вот одна из страничек. То есть, это просто все линия. Ну и внутренняя страничка. Вот еще. Самый простой вариант, как может выглядеть ваш рисунок. То есть, линия без особого сильного нажима. Равномерно. Пустой листок не смотрим там, ничего нового не появится. Рисуем, не знаю, кружочек в нем, почечки, мордочку. И это превращается в человечество. Главное, что-то рисовать. Можно получается? Вот именно поэтому и я тут напоминаю, что на карандаш сильно лучше не добить. Потому как карандаш очень сложно стереть легкими движениями, без сильного нажима. Стараемся на проске к завершению подводить. И нам нужно конкурировать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Все, можно. Следующий вопрос. Все, получилось. На следующий вопрос. Все, можно контролировать. В ручке в правом сценарии делим контент. Отлично! Да, вот единственное, что делаем. Да, у нас нужно работать. Работаем. Отлично. Супер. И сразу же берем новый листок. Вы молодцы так быстро рисуете. Обалдеть. Кто заканчивает рисунок берет еще листочек и рисует еще обросок. Покажу, что делать дальше. Симон. 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 Скажите, у кого готовы вторые наброски? Вторые наброски. Хорошо, ждем. Здравствуйте. На мастер-класс. Проходите, высаживайтесь. Вот там есть улья. Здесь даже есть плотные места. Присаживайтесь. Подвиньте, пожалуйста. У нас тут пришедшие. Благодарю. Так, божественно. У вас двое. Отлично. Ну что, наброски готовы вторые? Нет еще? У вас готовы? Хорошо. Так, много пришедших. Берем бумагу. Она идет с вами. Зону в руках. Берем карандаш, они в красной коробке. И стирательные резинки. Нам нужно нарисовать рисунок на любую тему. Легкими движениями карандаша. Сильно на карандаш. Сильно на карандаш. Итак, пошли на кругозор. Вот вы линию попробовали, да, ровную? А теперь представьте, что вам нужно нарисовать историю, да, или рисунок в каком-то другом стиле. И, допустим, вы хотите поменять свой стиль, не знаю, или кого-то поразить другим, что-то новое кому-то положили. Вот сейчас попробуйте сделать следующее. Вот у вас карандашная линия. Она у вас лохматая. И там есть штрихи. Вот все штрихи попробуйте обвести ручкой. И получится что-то подобное. Прямо вот как вы рисовали карандашом, так прямо и обводите. И у вас получится лохматая линия, которая сохранится от вашего рисунка. Еще вариант, как это можно увидеть. То есть, допустим, вы чувствуете, что вы слабы в деталях, или вам неохота прорисовывать. Вы берете все карандашные штрихи, просто обводите. И еще благотавливаете носки. Внутри. 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 Да, вот что мы можем помочь. И еще. Внутри. Внутри. Болезненного. Лучше брать отдельные листочки и вы домой уйдете с коллекцией собственных посудов. Вы на мастер-класс? Проходите. Надеюсь, у вас есть тетрадка, на которую подложить листочек можно, что-то гордое. Отлично. У нас есть бумага, карандаши. Ещё немного есть. Целых дверь делим на ручках. И �ッших обеих. Трик вверх и на калку. Вверх дай к башню на калку. Вверх дай к башню. Вверх дай к башню. Вверх дай к башню на калку. Ну, здорово, почти у всех получается, отлично. Ну, как? Нормально. Ага, ну, сам контур, да, такой? Хорошо. Очень хорошо. Вы молодцы. Так. Кто закончил второй рисунок контуром, берем листочки и делаем третий рисунок. Так быстро мы еще не рисовали. Вы устали? А настроение как? Хорошее. А что я не всех слышу? Понятно? Хорошо. Так, вот, предшествие, напомню, берем листы, рисуем рисунки на свободную тему, наброски карандашом, на карандаш сильно не давим, легкими движениями создаем какой-нибудь маленький рисунок. Первое задание у нас было, это ровная линия, ровный контур. Ну, так как вы задержались, можете сразу со второго задания начинать. То есть нужно карандашные линии, когда вопрос их делать, подвести, чёрной ручкой, получится лохматая линия. Вот такая, как на слайде. Понятно вам задание? Хорошо. Хорошо. Скажите, вторые рисунки у всех получились в конкурс? Поднимите руки, пожалуйста. Что-то я не делаю. Где ваша? Сейчас. Нормально. Отлично. Хорошо. Видишь? Да, там, отлично. Вообще хорошо. Да. Отлично. Вообще хорошо. 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 Второе задание поступило. Хорошо. 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 Так, приступаем к третьему наброску. Дальше интересней, кто готов сделать конкурс третьему рисунку? Ну, поднимите, не знаю, один человек. Ладно, ждём. Что? Простите? А, вот. Вообще, вы все быстрые. Я не видела, чтобы так быстро вообще рисовала группа. Вы просто герои. Третий, да, уже? Да. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на мастер-класс. Понятно. Да? Да. Да. Я вот эту рисовала, то есть анатомии про порции люди борьчом. Третий набросок у нас идет линия с утолщением. Вот вы когда все сделаете набросок, я объясню, что делать. Самый быстрый стол, обалдеть. Третий набросок. Третий набросок. Руки поднимите. В первый раз рисовали ровную линию, а сейчас вам нужно будет нарисовать линию с нажимом и без нажима. Вам видно картинку на слайде? Вам понятно, что делать? Вот вы берете ручку гелевую или линию, сначала сильное давление на ручку, потом давление ослабляете. Задание усложнилось, да. Сначала сильный нажим, потом нажим постепенно ослабляется, за счет этого создается объем. Гелевые ручки, да. Вот когда в конкур входит, да, гелевые ручки. Все правильно. Все, я решила. Все, я решила. Все, я решила. Я решила. Все, я решила. Взять. Все, я решила. Все, я решила. Спасибо. 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 Понятно как делать линию, скажи вам? Вроде бы нет, но у меня не получилось. Ну вот да. Как бы там лучше. Нужно резче. То есть сначала дадим, а потом осмотрим. И скласснее, а вот только по глазу не скласс. То есть в конце как бы резко. Да, в конце резко отпускаем. Спасибо. Как это делать? А вот понятно, да? Все. Мы пытаемся рисовать. Рисовать. Линию с нажимой вот эту делать. Скажите, чуть-чуть рисовать. Есть ли разница? Нет такого слова не рисовать. Так, нам нужно рисовать. Можно рисовать. Ну а линия должна быть с нажимой. Нажимаем. Нажимаем. У нас будет полученная рисунка. Да. А это нужно. Да, это нужно так в конце. Просто, чтоб отсюда и было не стоит. Почему вот, вот это белый белый и белый. И то же самое. Почему? Посмотрите. Спасибо. 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 Ты устали? Или устали? Нет. Вот это какая-то шнадрая. Творческий процесс. Кто справился с рисунком, берет бумагу и создает еще один набросок. Что? А дальше интересней. Это же интенсив по графике. Нет, нельзя уйти. Так быстро вы еще не рисовали. Так быстро и так много. Напоминаю, что линия с утолщением выглядит примерно вот так. То есть твой объем задает при помощи нажима. Видите, здесь нажим сильный. Потом нажим резко ослабляется. Здравствуйте. Вы на мастер-класс. Почему здесь? Безусловно. Мы мастер-класс. Какие разные вопросы? Обнимающие вопросы? Какие вопросы? Ваше? Ваше. Ага. Ваше. 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 Скажите, у кого готовы наброски для следующей работы? Руки тоже поднимите, будьте добры. Не у кого? Ладно, ждем. Вы можете использовать любые слуги. Продолжение следует... Ну что, у кого-нибудь готовы рисунки? Нормально. Будьте добры, поднимите, пожалуйста, руки. Раз, два, три, четыре. У кого-то еще? Нет? Те, кто готов, я предлагаю вам потренироваться и размять руку, потому что то, что мы будем делать сейчас, требует небольшой подготовки. сейчас рядом со своим рисунком, поштрихуйте, потому что штрих – это составная часть графики. Штрих – это короткая линия. линия, вы уже знаете, что такое. Обратите внимание, пожалуйста, на слайды. У нас там есть замечательные картинки с примерами штриха. Верхный самый простой. Потом идет перекрестный. И плотный штрих в самом верху. Есть еще штрихи по форме. И еще штрихи с изгибом. Пожалуйста, возьмите карандаши и поштрихуйте, чтобы размять руку. Майя. Майя, что вы занимаетесь? И, конечно, pixie. Может быть, не забывайте, чтобы помочь, чтобы быть на них не стоять? Уважаем. Майя. Нормально все зависит. Майя. То есть вот не так, как дети черкают каждый штрих, он отдельно. Смотрим на рисунок на слайде и делаем то же самое. Трудно? Не трудно, конечно. Смелее. Они как с раковины. О, да. Отлично. А теперь можно их перелискивать. Не так нормально, как в детстве. Какие способные улет? Да. Сами тоже. Задействовать в бане. И не заболеваться. Проблем. Прекрасно. Я делаю в двери штрихи. Я вижу в углу. И все сложно. Хорошо. Ну, у вас заклассовка. Получается запястье на бумаге и короткие штрихи близко к другу. Максимально быстро. Перекрещиваем их по-всякому. Добавляем друг на друга. Просто рядом. Или можно. Вот. На запястье у нас по возможности не двигаться. Это сложно. Задания усложняются у нас. Ну, и вы теперь уже профессионалы. Ими. Делаем. Ими. Ними. Ними. Стараемся не стякаться. Два. Ну, ими. Ими. Два. Ими. Ими. Два. Ваши. Два. Ими. Два. Два. Ими. Два. Вы еще потренировались? До свидания. Руку размяли? К бою готовы? Я не слышу. Готовы? Вот теперь ваш рисунок, который вы нарисовали. Он у вас должен содержать штриховку. Посмотрите, пожалуйста, на рисунок. Посмотрите, что можно нарисовать при помощи одной только штриховки. Там, где у вас должна быть тень, штриховка должна перекрещиваться. Есть ли у вас уничтоженные руки в площадке? Где штриховки в площадке? Ну, а нужно тренироваться. Получается? Угу. Вот крючочки, да, такие получаются? Тренироваться. Тренироваться, хоть в чем? А рисунок обводим дерево, но штриховкой. То есть, у вас где свет, там штриховка меньше или ее нет. А там, где тень, штриховка есть, и она перекрещивается, накладывается друг на друга, как на образце, на слайде. На слайде, конечно, сложный рисунок. Сейчас еще что-нибудь попроще найду. Ну, вот, допустим, я рисовала персонажа. На чистовик, ручка, да? Или на ручке. Да? Вот, персонаж. И черты лица выделены покрасочной штриховкой. Все остальное нет. За счет чего получается подъем некоторый. А ваше. А ваше. Ух! 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 Вот еще есть вариант штриховки, простая, грубая, может штриховка. Попробуйте так. Видно картинку? Попробуйте так. Можно еще вот так, то есть сначала штрихи рядом, потом постепенно сходят. Тоже объем получился. Да, можно вот так вот, где стемнее, потом постепенно. Добавлять в объединение стиха. Добавлять в объединение стиха. Добавлять. Классно. Получилось? Ближненько. Получилось? Добавлять. Добавить. Добавлять. Добавлять. Главное. Добавлять. Возьмем. Субтитры делал DimaTorzok 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 Прошу вас создать набросок, рисунок любой, из которого вы потом сделаете что-то подобное. То есть у вас рисунок будет в виде чёрных пятен. Вам понятно задание? Точно понятно? Не понятно? Субтитры делал DimaTorzok 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 Пятное дело. Так, это, к сожалению, у нас последнее задание. Торопились, как попли. Завершаем рисунок с пятном. Да, вижу. У всех получилось. Отлично. Завершаем рисунок с пятном. Не знаю. Не знаю. Телефон тонный или полный шарк. В общем, что-то не делается. Молодцы. Ну да. Да. Я не знаю, что вы делаете. Это все что угодно. Телефон может быть тонный. Дорога может быть черная. Или какие-то элементы окружающие. Не знаю. Ну вот как бывает рисуют дома. Какие-то на заднем плане. Типа окошечки там. А все остальное оно черное. Да, вот так вот. Потихоньку завершаем. Потихоньку завершаем. Отлично. Дорога. И так, ребята, завершаем потихоньку наши рисунки замечательные. Вы молодцы, я хочу вас всех похвалить. Так быстро повторюсь, и так много еще никто не рисовал. Скажите, понравилось на Мастеру Масси? Да, понравилось. Мы все классно живем. Спасибо большое. Лучшая группа в моей жизни. Скажите, вы что-то новое узнали сегодня? Да. А что? Например, садики. И шестрики новые. Я знала, что-то пять, и шестри, и шестри. Кто-то еще что-то новое узнал? Я все новое узнал. Я первый раз рисую. Вау, для первого раза круто, ну серьезно. Здорово. Вот теперь, когда вы будете рисовать комикс или какую-то картинку, не знаю, в школе какую-нибудь ерунду во время уроков, вы будете знать, что это можно сделать разными способами. Теперь вы мастера. Вот, отлично, да. Теперь вы знаете разные виды штриховок, линий и даже пятно. Вот, я вам вам задание надо, вам точно понравится. Хотите задание надо? Да. Так, короче. Вот вы изучили пятно, а вот теперь линия пятно. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Это пятно, вытянутое в линию. Или как здесь? Ой, пардон, это... Вот. Ну вот вы делали пятно в заливку, а теперь превратите ее в линию, в толстая линия, в русский говоря. Вот. Или здесь, в страничках комикса, где линия и пятно одновременно. Но вот самый простой вариант на экране. И следующее задание, чтобы вы не скучали эту трубу и все быстро нарисуете. Совмещение штриха, линии и пятна. Вот так. Вот так можно. И даже так. И вот так. Ну все, домашку получили. Трудитесь.